Вездеходы, автогрейдеры, снегоходы, квадроциклы и автокраны. Выставка на площади Ленина собрала образцы техники ведущих предприятий региона. В центре новинка Брянского автомобильного завода. Арктический вездеход готов к работе в условиях Крайнего Севера. Рядом образцы сельскохозяйственной и грузоподъемной техники. Деталь за деталью. Эти современные машины, которые трудятся на стройках и полях всей страны, собирают брянские инженеры, слесари, токари и фрезеровщики. Сегодня, в День машиностроителя, они приглашены в правительство Брянской области, где им будут вручены заслуженные награды. Им есть чем гордиться и что рассказать о своей работе. Юрий Шпак – помощник главного конструктора на Брянском автозаводе. Почти полвека занимается проектированием тягачей и колесных шасси. Сейчас делится опытом с молодежью. Много разрабатываем новой продукцией. И что самое хорошее, вот в этом году сильное пополнение молодыми специалистами на заводе. Это радует. Технический требование к машинам увеличивается. Естественно, квалификация работников должна быть намного больше. Сейчас мы работаем со многими заводами, в том числе и заводами, и институтами. В том числе у нас проходит стажировка конструктора в Московском, в Балмурском университете техническом. Предприятия региона увеличивают объемы производства, совершенствуют работу цехов, выпускают новые виды продукции. На выставке Брянский машиностроительный завод, Брянск-Сельмаш, Клинцовский автокрановый, Жуковский мотовелозавод. Перед торжественной встречей глава региона Александр Богомаз пообщался с руководителями ведущих предприятий. Начали с достижений брянского машиностроения. Локомотивы нового поколения, которые мы разработали и сейчас сертифицировали, готовы поставить на БАУ, на Байкал-Амурском магистрале, на восточный полигон. Это типа 3Т25К2М с дизелями РЖР-12. В этом году у нас в планах изготовления и поставки 12 таких локомотивов. Они способны возить поезда весом до 700 тонн. И довольно серьезно заменить тот парк, который сейчас существует на Байкал-Амурском магистрале. БМЗ больше 60 лет – основной поставщик маневровых тепловозов в стране. Предприятие экспортирует продукцию в Белоруссию, Узбекистан, Казахстан и Монголию. Модели тепловозов создаются с использованием современных технологий, в том числе 3D-моделирования. Заметны успехи и у других предприятий области. Образцы продукции представили Жуковский мотовелозавод, Бежицкая сталь, Унеческий завод тугоплавких металлов. Мы производим редкоземельные металлы. Для Брянского области это уникальное предприятие. Это впервые на территории Брянского области создано такое предприятие. Все эти материалы применяются. Это высокотвердый инструмент. Это специальные стали, металлургия. Это космос. Все производства сегодня обновлены. Работают уникальные станки и роботы, которые выполняют более 20 операций сразу. На заводах трудятся высококвалифицированные сотрудники. Подготовка специалистов ведется еще со школьной скамьи в центрах технического образования. Брянская область исторически была промышленно-аграрным регионом. И она таким является и сегодня. Основу брянской экономики составляет промышленность. А машестроение по праву считается фундаментом брянской промышленности и является ведущим сектором экономики регионов. Ваш праздник – это дань уважения труда настоящих профессионалов, создающих передовую технику для всех отраслей экономики нашей страны. Это тепловозы и вагоны, автомобильные краны и автогрейдеры, комбайны и автомобильные шасси, квадроциклы и снегоходы, трактора и погрузчики. Все это выпускается на наших брянских предприятиях, занимая значительные доли объема на российском рынке. За четыре предыдущие года наша промышленность дала рост в 36,5%. Если возьмем итоги восьми месяцев этого года, то промышленность дала рост на 14,4%. Это первое место в ЦФО и четвертое место в стране. Ну и что, конечно же, радует, это то, что этот рост, он есть на основе успешного развития за предыдущие годы. Сегодня в Брянской области 29 предприятий машиностроения и три предприятия металлургического производства. Работают на них больше 16 тысяч человек. В зале – механики и инженеры, слесари, электросварщики, токари и представители других профессий отрасли. Глава региона вручает почетные грамоты. Перед векам производства в этот день теплые слова и награды – государственные, областные, муниципальные. Особое внимание ветеранам отрасли. Екатерина Зодина, Максим Кузнецов. События. Брянск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова